Всего один день отделяет нас от 75-летия Великой Победы. Каждую семью затронула Великая Отечественная война. И в каждой семье есть свои герои, на которых равняются, которыми гордятся. О судьбе одного солдата Ивана Гавриловича Лисового в репортаже Аллы Динаевой. Великая Отечественная война шла уже третий год, когда в ноябре 44-го из станицы Сторожевой Зеленчукского района был призван на фронт 17-летний Иван Гаврилович Лисовой. С военкомата Черкесска солдат повезли в Нальчик в 6-й стрелковый ущепный полк. В 1944 году Германия в войне с Советским Союзом стала терпеть поражение. В 44-м завершилась и Днепровская карпатская стратегическая наступательная операция, одна из самых масштабных за период Великой Отечественной войны, продолжавшаяся 116 суток с декабря 43-го по апрель. А еще в этом месяце был полностью освобожден Крым. Но даже после окончания Великой Отечественной войны Иван Лисовой служил связистом в авиационных войсках до 1951 года. Бросили Сталитград, Сталитград обратно на пути, через море в Иран. В Иран завезли там 90 туннелей, проезжали через Тигран и назад к морю в Реш. В Реш мы там пробыли, я не знаю, сколько месяцев. С Реш там и шли, пешком не гнали сильно. Три дня и шли, один день отдыхали. А потом тут в Астаре уже, здесь через границу по списку про это пропускали. Потому что, может, какой диверсант в этом, по списку мы переходили, перешли в Астару. Затем их направили в Тиблиси, в 37-й авиаполк связи, где солдаты прошли курсы, и их служба здесь продлилась еще два года. Затем нас перебросили в Баку, в 80-й авиаполк. И только в 1951 году, завершив долгую службу, Иван Лисовой приехал в родную станицу. Женился на Евдокее Федоровне. Она была искусной рукодельницей. Без ее красивых искусственных цветов не обходилась ни одна свадьба в станице. Яркими и необычными цветами украшали автомобили. А супруг Иван Гаврилович после долгой службы работал оператором в лактозном цехе маслосырозавода в станице Старожевой. Работала я там, мы все равно держали корову. Я лично, у него сыновей нет, но лично я с ним всегда ездила на Апокос, заготавливать на зиму сено. С супругой Евдокея Федоровной они вырастили троих дочерей. Трудолюбивый, заботливый, строгий и очень внимательный отец. Собираться вместе в родительском доме 9 мая – традиция в семье ветерана. Ежегодно поздравить отца с великой победой на протяжении 50 лет. Из Санкт-Петербурга приезжает старшая дочь Лидия. Она заслуженный учитель России, но в этом году впервые Лидия Ивановна будет поздравлять отца по телефону. И каждое лето я стремилась туда, на мой родной Кавказ. Помните у Лермонтова? Синие горы Кавказа, вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня укрывали. Воздух там чист, как молитва ребенка. И ты, папа, почти 9 лет служил за Кавказе, в Иране. Вы тогда были молоды, но по любому призыву готовы были идти в бой. Сейчас ветеран гостит в Черкесске у младшей дочери Анны. Здесь в городе проживает и средняя дочь Валентина. У Ивана Гавриловича 5 внуков и столько же правнуков, которые гордятся дедушкой и поздравляют его с наступающим праздником. Хотел сказать спасибо ветерану, кто пережил Великую войну. За вашу седину, за ваши рану, за то, что от врага с тобой страна. Алла Динаева, Рашид Токов, Вести, Карачева, Черкесия.